Дорогие друзья, всем привет! Это передача по кашеварям. Сегодня я готовить ничего не буду, вот только что вышел на ваши экраны сотый выпуск передачи, чему я несказанно рад конечно же. Я надеюсь вам очень понравились макаруны, которые я приготовил в своем видео. Я вам рекомендую их повторить, потому что это офигительный десерт, честно говоря, да. Как я обещал, сегодня я подведу итоги конкурса, который я объявлял недели, так три назад примерно. Ну и кроме того, я решил ответить на некоторые вопросы, которые я чаще всего получаю в комментариях или в контакте, или лично в личку, лично в личку. Со мной сегодня будет вот такой дружище или не будет вообще, не знаю зачем он в кадре. Ладно, сиди. В общем будет сидеть и помогать мне, потому что одному это делать скучно, а с ним тоже скучно. Ну ладно, чуть-чуть веселее, так и быть. Я немножко периодически буду заглядывать вот сюда, вот в неизвестность. У меня здесь стоит ноутбук, я буду читать вопросы, которые я подобрал. Давайте так, я читаю вопрос, который я сформулировал, отвечаю на него, а вы смотрите. Смотрите и не выключаете. Значит, все задают вопрос, профессиональный я повар или нет. Я уже на этот вопрос отвечал, дорогие друзья. Я не профессиональный повар, я самый что ни на есть любитель, дилетант, так сказать. Я занимаюсь в обычной жизни экономикой, работаю в организации, которая связана с ипотечным кредитованием. Вот так вот, так что не ругайтесь на меня, да, ипотечные кредитования, это наше все. Вот, поэтому я не повар, я не получал образование какого-то специального. Конечно же, в школе я проходил курсы УПК, наверное, все такое помнят. Да, я там учился именно в кулинарном направлении, да, и даже мне дали какую-то корочку, что-то вроде повар третьего разряда, да. Но за все время я научился мариновать лук и знаю рецепт борща, но при этом не умею его готовить совершенно, да. Вот, следующий вопрос. Откуда ты? Вот мне часто спрашивают, откуда ты? С Украиной? Почему-то многие, многие мои зрители надеются, что я с Украины. Нет, друзья, я не из Украины, я из России, живу в Москве, да, в центре нашей родины. Ну как в центре, в смысле в столице. Совсем это не центр. Зачем тебе YouTube? Зачем тебе YouTube? Этот вопрос мне, конечно же, не задают. Этот вопрос я сам себе задаю. Причем каждый раз я его себе задаю и не могу ответить, зачем же на самом деле мне нужен этот YouTube. Но мне интересно. Мне интересно делать видео. Я люблю их монтировать, я люблю снимать видео. Мне нравится, когда более-менее красивые кадры получаются. Вот, поэтому мне и нужен YouTube, чтобы туда эти видео выкладывать и вы их смотрели. Ну а кроме того, я наверное приношу маленькую, совсем несущественную, но пользу людям. Да, это приятно. Мне приятно. Вот так вот. Почему у тебя блог именно про еду? Я не знаю, почему у меня блог именно про еду. Наверное, потому что, во-первых, я люблю еду, я люблю ее есть, я люблю ее готовить. Поэтому у меня блог про еду. Вообще, конечно, я мог бы пойти по простому пути и начать снимать видео, влоги или как это называется, да. Ну, в общем, показывать свою жизнь в том виде, в котором она есть. Особых трудозатрат не нужно, но зато видосики можно выкладывать каждый день. Это, безусловно, интересно. Я сам смотрю таких блогеров, зачастую они очень харизматичны и ролики их смотреть интересно, но мне почему-то не захотелось делать такого формата передач, потому что их и так достаточно. А видеорецептов не так много ни в ютубе, хотел сказать, не в телевидении, хотя в телевидении их очень много. Наверное, даже чрезмерно. Кулинарных передач на каждом канале и каждые выходные показывают. Но мне они лично не нравятся. Я люблю только некоторые смотреть. В основном формат, конечно, он очень уж телевизионный. Мне хотелось сделать что-то такое простое и понятное. Изначально идея канала по кашеварям у меня была в том, что я буду делать очень простые рецепты и очень понятно их объяснять. Рецепты у меня со временем, конечно, стали не совсем простые. Некоторые даже недоступные в связи с тем, что я в них использую ингредиенты, которые достаточно редко можно достать. Но, тем не менее, все равно я рассказываю доступно для всех зрителей моего канала. Вот так вот. Ну, мне так кажется. Если не так, то пишите в комментариях, что это не так. Я буду пересматривать, да, буду пересматривать свое отношение к моим рассказам. Спрашивают, приносит доход ютуба или нет? Ну, вопрос философский, смотря что считать доходом. На самом деле, он приносит немножко дохода. И вот вы рекламу смотрите в начале моих роликов, да, за каждый просмотр я получаю какую-то копеечку. Ну, вообще копеечку. То есть там с моими просмотрами, которые у меня есть на канале, говорить о том, что я зарабатываю на ютуб, совершенно не приходится. Это просто какая-то мизерная статья доходов, которая, в общем-то, не влияет на мою жизнь никаким образом. Поэтому проект совершенно не коммерческий, а делается только ради вас, дорогие друзья, да. Как ты выбираешь рецепты? Блин, рецепты я выбираю совершенно хаотично. Вот захотелось мне что-то приготовить, я готовлю. Да, у меня поэтому, я тут посмотрел на свои плейлисты, у меня разбито по тематикам видео, да, отдельно рыба, отдельно мясо, там десерты и так далее. У меня есть определенные, как сказать, ну, в общем, непропорционально, что ли, у меня в этих видео. Вот, например, у меня есть раздел напитки, у меня там всего три рецепта, есть раздел десерты, у меня там больше всего рецептов, в разделе мяса тоже много, но поменьше, в разделе рыба вообще мало рецептов. Короче говоря, конечно же, надо быть более продуманным, надо побольше снимать рецептов, которых у меня мало на канале, поменьше снимать тех, которых у меня на канале дофига. Но я так не могу, честно говоря, я исключительно на эмоциях выбираю рецепт. Вот так вот, вот и ответ на вопрос. А, откуда ты берешь рецепты? Да, еще добавочка к этому вопросу. Рецепты я беру из головы, беру по советам родственников, по советам друзей, и, естественно, из различных кулинарных СМИ. Это сайты, это журналы и книги большие. Вот, кстати, я принес вам показать. Вот у меня, смотрите, есть такая папка здоровая. И здесь вот подшивка рецептов, видите, вот, из различных-различных журналов. Еще я использую всякие вот книжки, покупаю себе, мне их дарят иногда, да, вот такие книжки с картинками, я их обожаю просто. Я не всегда по ним готовлю и не по ним снимаю рецепты, но вот я люблю, честно говоря, вот так вот сесть, открыть какой-нибудь вот котлетки из телятины с фуа-гра с брусничным соусом, блин. Звучит классно даже, да? Нарисовано красиво. А еще тут описание есть. Ну, в общем, я люблю вот полистать такие штучки. Кто твой кулинарный кумир? Мой кулинарный кумир я. Я сам себе кулинарный кумир. Ну, это, если честно, неправда. Мой кулинарный кумир, вот этот вот, вот этот вот мужчина, да. Джейми Оливер. Вообще, обожаю смотреть Джейми Оливера. Мне очень нравится, как он готовит. Мне очень нравится его харизматичность. Нравится доступность, которую он рассказывает. Опять-таки, в его рецептах очень сложные иногда продукты, очень сложные способы приготовления. Но, черт побери, он объясняет понятно. У него такая книжка есть. Министерство питания Джейми Оливера. И он уверяет, что любого можно научить готовить за 24 часа. Мне сложно с ним спорить. Наверное, он способен научить любого готовить за 24 часа. Я в это верю. В общем, короче говоря, кулинарный кумир мой, Джейми Оливер, вот так-то. Какие кулинарные каналы тебе нравятся? О, друзья, я, как говорил, их не так много. Их не так много. Но мне очень нравится качество видео, которое показывает канал All Recipes. Ну, все рецепты переводятся, да? Очень здорово снято. Я вот о чем сейчас говорю, ссылки вниз под видео размещу. Вы сможете ознакомиться с этими блогами. Потом отличный видеоблог появился «Готовим вместе с Борисом», там, где парнишка маленький готовил разные рецепты. Но почему-то давненько там не было никаких выпусков. Видимо, Борис на каникулах с сентября, наверное, опять пойдут выпуски. Еще мне нравятся рецепты от славного дружи. Да, вот так вот и называется. Замечательный канал. Очень харизматичный парень тоже. А, еще недавно я нашел блог под названием «Хозяюшка Ангелина». Там тоже маленькая девочка готовит рецепты. Это очаровательно. Очаровательно. Друзья, обязательно пройдите по ссылке, вам понравится. Многие мне пишут «Покажи свою жену». Блин, зачем вам это? Зачем вы хотите видеть мою жену? Вы же смотрите мой видеоблог. Смотрите мой видеоблог. Для чего вам моя семья? Я не понимаю, честно говоря. Моя семья – это мое личное. Я не хочу это на показ выставлять, если честно. Моя жена, если захочет когда-то, она сама снимется, приготовит вам что-нибудь. Я уже неоднократно говорил, что я рецепты, я супы готовить не умею совершенно. А моя жена замечательные супы варит. Вот я не знаю, может быть, она захочет, она снимется в передаче. Не захочет, значит, не снимется. В общем, друзья, давайте отделять публичное и личное. Вот публичное я для вас, а моя семья – это для меня. Не обижайтесь. В общем, все. Короче говоря, ладно. В общем, все, дорогие друзья. Я, наверное, закончу с вопросами, потому что их, наверное, может быть еще много. И, кстати говоря, я вообще предлагаю, давайте сделаем еще отдельную передачу. Я вам отвечу на все вопросы, на которые вы хотите. Вы мне пишите ВКонтакте в группу или пишите под этим видео. Я эти вопросы соберу и через недельки три я вам подготовлю новое видео. Вот, да. Это будет справедливо. Согласны? Вот так вот. Теперь давайте подведем итоги конкурса, друзья. Как вы помните, в конкурсе я разыгрывал вот такой вот термометр для мяса от фирмы Кюхенпрофи. Сейчас я расскажу, кто выиграл. Сейчас я расскажу. Задача конкурса заключалась в том, чтобы вы угадали, какой рецепт из моих выпусков, самый нелюбимый мой. И желательно я попросил вас привести цитату из видео. Цитату из видео, которая бы об этом говорила. Итак, барабанная дробь. Конкурс выиграл пользователь с именем Перчик с двумя К. Да, пользователь написал, что я не люблю куриный салат с нежной заправкой. Это был 52 выпуск передачи по кашеварим. Вот так, друзья. Конечно же, многие писали рецепты, приближенные к правде. О том, что я, например, не люблю... Вот многие писали, что я не люблю паровые котлетки. Я паровые котлетки не очень люблю, но все-таки люблю. Потому что это, черт побери, мясо. А мясо в любом виде мне нравится. Да. Кто-то писал, пирог с козьим сыром, брокколи в кляре. Нет, друзья. Я эти блюда очень люблю. Шашлык. Шашлык из свинины. Да, друзья, вы что? Шашлык из свинины я обожаю. Омлет по-турецки. Кто-то предположил, что я скормил его ребенку. Ну и что, друзья? Родители всегда отдают своим детям самое лучшее. Поэтому омлет по-турецки я очень люблю. Японский десерт Тякин Сибори или Сибори. Да, этот десерт... Да нет, он мне нравится. Почему? Достаточно необычно и вкусно. Роллы Филадельфия. Предположил Дима Романов. Филадельфия роллы. Это вообще the best. Это практически лидеры моих вкусов. Кекс с цукини. Друзья, кекс с цукини это офигительное блюдо. Посмотрите рецепт. Приготовьте его. Это очень вкусный кекс. Вы такого никогда не пробовали. Ха! А перчик, кстати, вот сейчас обратил внимание. Она, видимо, просекла фишку, что я печенку не люблю. Я печенку действительно терпеть не могу. И вот она предположила, что я еще не люблю паштет печеночный. Друзья, печеночный паштет это единственное, что я люблю из печенки. Ладно. В общем, победитель перчик. Какой же блюдо, какая же фраза из моего видео могла послужить для вас намеком на то, что я терпеть не могу этот рецепт. Друзья, я вас немножко обманул. Фраза была не в видео, а в описании к видео. Вот так вот. Ну, вы меня простите. А фраза следующая. Я ее сейчас доподлинно не помню. Вот сейчас зайду в видео вам и скажу, как я там написал. А я прям так и написал. Как же я не люблю печенку. Восклицательный знак. Уверен, многие из вас поддержат меня. Но оказывается, она вполне сносный привкус придает соусы, которые я покажу, как делать в этом видео. Друзья, несколько фраз в одном описании. Да, несколько фраз сразу дали бы вам понять, что я не готовлю это блюдо у себя для своей семьи, потому что сам его не люблю. И, в общем-то, мои близкие его тоже не любят. Первая фраза, как же я не люблю печенку. Вторая фраза, сносный привкус. Сносный привкус. Ну, как можно про хорошее блюдо так написать? Ладно, в общем, не делайте этот рецепт. Друзья, очень удивительно, что у него 0 дизлайков в этом видео. 148 лайков, друзья, неправильно. Должно быть наоборот. 148 дизлайков и 0 лайков. Это невкусно. Это невкусно. Печеночная заправка отвратительно. В общем, перчик, пиши мне в личку на ютубе. Вконтакте не пиши, потому что я тебя не смогу идентифицировать. Туда скидывай свои контакты, свой адрес. Я тебе пришлю вот этот замечательный термометр для мяса. Да. В общем, друзья, это все, что я хотел рассказать в этом выпуске. Я надеюсь, вы продолжите со мной смотреть мои рецепты, потому что на сотом выпуске передача по кашеваре мне останавливается. Возможно, в будущем я возьму себе небольшой перерывчик отдохнуть, потому что все передачи имеют отпуск. Блин, и я тоже хочу иметь. Может быть, мы несколько недель с вами не увидимся, но это будет не в ближайшее время. Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, комментируйте видео. В общем, увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok